Почему плохая информационная архитектура на случай, когда происходят какие-то непредвиденные ситуации и ошибки. На самом деле задача любого интерфейса – эти ситуации обрабатывать. Ошибки – это абсолютно обычная и нормальная часть работы. И, соответственно, мы сегодня с вами поговорим о том, как нам с этим быть. Во-первых, надо понимать, что ошибки – это для пользователей просто больно. То есть они часто, в некоторых случаях, совершая их, они очень расстраиваются. Иногда они расстраиваются чуть-чуть, иногда они расстраиваются сильно. Поэтому, соответственно, наша задача – постараться понимать, что эти ситуации каким-то образом все-таки нужно обработать максимально безболезненным для них. В случае больших многопользовательских сервисов надо понимать, что такие ошибки, которые людей расстраивают, приводят в том числе и в некоторых случаях вообще к отказу от использования сервиса или отказу от использования какой-то части сервиса, что, соответственно, как бы бьет по всему сервису в целом. В случае, допустим, ситуации каких-нибудь высокоточных штук, всяких пусков ракет и всего такого, понятное дело, что обработка ошибок – это очень ключевая вещь, которая позволяет избежать каких-то серьезных аварий, катастроф и просто каких-то проблем. Вот, поэтому надо понимать, что ошибки бывают, что это дискомфортно и это может привести к потере денег. Соответственно, нам эту ситуацию надо постараться как-то сгладить. Вот, я приведу пример. Вот, соответственно, наша касса самообслуживания, к которой мы вернемся ближе к концу еще моего рассказа. Вот, одна из ситуаций, да, смотрите, то есть то, что мы рассматривали на информационной архитектуре, вот у нас есть прямой сценарий. Расканируйте товар и положите его на весовую платформу. Ну, в данном случае показано справа. Она может быть справа или слева, соответственно, как бы здесь эта ситуация, что справа. Но в некоторых случаях так бывает, что пользователь не кладет товар справа, потому что товар очень маленький или ему удобно его держать в руках. То есть он просканировал, но не положил. К сожалению, как бы касса так устроена, что если она не подтвердит товар, то может, как бы она не может продолжить работу, потому что иначе это может привести к потере для магазина. То есть там пользователи могут химить что-то с товарами, сканировать один, ставить другой или вообще держать в руках, а потом говорить. А вот я просканировал маленькую штуку, а вот я бутылку виски просто держу в руках, и ничего страшного. Вот, поэтому любой товар, который просканирован, он должен быть поставлен на весовую платформу. Если пользователь этого не делает, и такие ситуации бывают, то, соответственно, задача интерфейса – обработать это максимально гладко таким образом, чтобы пользователь все-таки разобрался с этой ситуацией и понял, что ему делать. На самом деле забавно, что эту ситуацию не обрабатывал ни один из наших конкурентов нормально. То есть они обрабатывают таким образом, что пользователь сканирует первый товар, держит в руках товар, и в тот момент, когда он сканирует второй товар, сканер просто молчит. То есть как бы конкуренты выключают сканер, не дают ему никак просигналить, но при этом и никак не обрабатывают эту ситуацию. Соответственно, я видел своими глазами, что пользователи по 10, по 15 раз пытались просканировать, думали, что сканер не работает, в конце концов звали помощника, причем чаще всего они уже настолько раздражены, что они не на эту кнопку замечательную нажимали или какую-то другую, которая была в интерфейсе наших конкурентов, а они вот так вот, типа, эй, помощник, у вас тут типа не работает. И в принципе они правы, потому что как бы они интерпретируют, что система как бы не выполняет своего действия. Как бы они даже не понимают, что, как бы не то, что они сделали что-то не так. Они как бы с их точки зрения сделали все так, и в принципе с логичной точки зрения они сделали все так. И, соответственно, проблема в системе, которая не объяснила пользователям, что, в общем, процесс немножко другой, и, может быть, вы бы все-таки помогли нам подстроиться под этот процесс, а то иначе у нас тут все сломается и все такое. Соответственно, что сделали мы? В тот момент, когда пользователь начинает сканировать второй товар, первые несколько секунд, рисовали такую, на самом деле, объемную схему под это дело, и очень долго ее оттачивали по каждой секунде, первые три секунды сканер молчит ровно как у наших конкурентов, чтобы избежать случайного сканирования второго товара. Если он просто вводит там руками или тот же товар, или второй, вводит мимо сканера, а такое часто бывает. Если же мы видим, что уже по прошествии трех секунд пользователь продолжает настойчиво сканировать товар, то мы издаем такой негативный звук, явно негативный, такой пививик, вот, и это заставляет пользователь обратить внимание на экран. Да, забавно, что в случае, как бы, просто отображения этой информации на экране, это, как бы, никак не помогало, потому что пользователь просто не смотрел на экран. Наша задача была перехватить его внимание и отобразить нужную информацию на экране. Вот, мы, соответственно, как бы показываем ему, что нужно вначале положить вот этот товар, и, соответственно, после того, как он кладет, работа кассы приходит в то же самое состояние, в котором она была, то есть вот в такое вот, и он может дальше все сканировать. На самом деле, вот таким, обработкой такой ситуации мы решили 90% таких проблем, вот, когда пользователь держит второй товар в руках. То есть, как бы, эти ситуации все равно имели место, вот, то есть, ну, по крайней мере, в начале работы, первые несколько месяцев, но при этом это позволило пользователям, как бы, быстро разбираться, что что-то не так, и нужно сделать что-то другое. На самом деле, таких ситуаций в интерфейсах довольно много, то есть, это даже не то, что ошибка, это некая пограничная ситуация, когда у нас есть один процесс, а пользователи вечно хотят сделать что-то другое. Еще, да, еще один такой, да, похожий пример мы чуть позже разберем. Вот, нам надо понять, что люди в любом случае совершают ошибки. Вот, они это делают неумышленно, иногда умышленно, и в основном, как бы, делая ошибки на какие-то классы, вот, Дональд Норман делил их на 6 классов, но я, как бы, прочитал все, казалось логично, а потом сразу все забыл, поэтому, как бы, грузить этим не буду вас, и, тем более, что сам не помню просто эти классы, и есть, на самом деле, два основных типа, которые можно назвать английскими словами flip и error. Flip — это просто промах, то есть, как бы, это неумышленная совершенно ошибка, когда пользователь, там, хотел нажать букву P на клавиатуре и нажал R. То есть, он, как бы, он знал, что он хочет нажать P, он знает, что ему нужна P, но вот так получилось, что рука дрогнула еще что-то, и он нажал другую букву. Соответственно, как бы, если он это видит, он сразу сотрет букву P и нажмет R. Вот, есть вторая ситуация, и она более сложная, и она связана с тем понятием, которое мы с вами уже проходили. Это, вот, соответственно, Скотт Клеймер, который разделил так ошибки, это лектор из Стэнфордского университета, он назвал это словом error, да, как бы, английское слово для ошибки, вот, как и многие другие, да, но она подразумевает, что это ошибка, так скажем, логическая. То есть, пользователь думал, что это действие приведет ему к чему-то, что ему нужно, а на самом деле это приводит его к чему-то другому. То есть, например, он свернул на указатели, съездя с автострады направо, и, соответственно, все, уехал с автострады, а ему нужно было ехать прямо, еще, там, не знаю, тысячи метров. Вот, то есть он поехал не на тот съезд, он думал, что ему нужно сюда, на самом деле ему нужно было в другое место. И это немножко другая ситуация, да, и эти ситуации нужно немножко по-другому обрабатывать. То есть, в первую очередь, если пользователь сталкивается с логической ошибкой, то в первую очередь нужно объяснить ему последствия ее, то есть, как бы, куда он свернул. Нужно объяснить ему, что ему делать в этой ситуации, и как бы, как ему, если что, ее, эту ситуацию преодолеть, как ему вернуться обратно на ту дорогу, которая ему нужна. Вот, соответственно, задача – это помочь совершить это действие, то есть, как бы, вернуться обратно на автостраду. И второе – это скорректировать его ментальную модель, да, то есть дать ему понимание, что все-таки вот тот там съезд, который нужно, он лежит дальше. Вот, сейчас приведу пример не на съездах, а на таких более интерфейсных вещах. Вот, пароль, да, очень похожа, на самом деле, на ту ситуацию, которую я рассказывал про касса самообслуживания. Почему? Потому что мы не можем дать пользователю вводить любой пароль. Вот, к сожалению, так получается, что пароли, которые очень короткие или состоят из какого-то ограниченного числа символов, очень легко взламываются. Если злоумышленник это знает, то это плохо. Вот, с хорошей вероятностью они решаются либо простым перебором, либо уж точно, если где-то он добудет там MD5 или какие-нибудь хэши этих паролей, то он вообще легко сможет как бы их определить, зная его структуру. Вот, но даже если там более сложный хэш, все равно как бы структура пароля может быть очень хорошей подсказкой. Поэтому так получается, что ввод как бы боль очень короткого пароля или пароля, состоящего только из цифр, он как бы с точки зрения пользователя не является ошибкой. Но я же ввел пароль, я же ввел что-то, что я готов считать паролем. Но на самом деле с точки зрения системы это ошибка, потому что система не может принять такой пароль. И не может по объективным причинам, по тем причинам, что пользователь сам потом может лишиться доступа к своему аккаунту, а это плохо. Соответственно, как бы это требование, оно идет выше, как бы вот такого формального требования удобства для пользователя. Соответственно, задача тех, кто проектирует этот интерфейс, донести эту информацию до пользователя, причем донести в максимально понятной форме. Я думаю, что многие сталкивались с видом строки, типа неверный формат пароля. То есть как бы просто вводишь пароль, даже где-то внизу может быть подсказка, что нельзя использовать, но даже если все, что нельзя использовать, не введено, все равно может выпасть такая строка, неверный формат пароля, и ты будешь долго гадать, что же там не так. Вот. На самом деле понятно, да, почему это плохо. Что мы не корректируем никак ментальную модель пользователя, не даем ему понимания, что же он сделал не так, что же ему не нужно было делать для того, чтобы все-таки этот пароль ввести. На самом деле все вот такие моменты, они очень плохо сказываются на конверсии такой формы, и, соответственно, как бы просто банально меньше людей будет регистрироваться, меньше людей будет приходить и что-то вводить, именно из-за того, что они как бы в какой-то момент просто не поймут, что им делать. Вот непонимание и ситуация неопределенности – это для пользователя самая болезненная штука. Вот. То есть как бы это такая штука, ради которой пользователь готов даже плюнуть и уйти. Вот. Потому что это очень дискомфортное состояние, именно психологически. Вот. Значительно лучше, если мы, соответственно, дадим понимание, что используете только цифры, там, латинские буквы, и обязательно должна быть одна буква, там, латинская «большой». Вот. И можно даже пример показать, потому что есть, ну, соответственно, объяснение от общего к частному, от частного к общему, и кому-то проще прочитать и понять, что можно, а кому-то проще посмотреть пример. Вот. Соответственно, как бы, если происходит ошибка, и эта ошибка какая-то сложная, и мы идентифицировали, что это ошибка, что самое главное, потому что вопрос идентификации ошибки тоже нетривиальны, как я показал в примере сказа самообслуживания, нам пришлось все-таки сделать этот лак в 3 секунды, потому что мы в первые 3 секунды еще не уверены, ошибка это или нет. Только спустя 3 секунды мы можем быть более-менее уверены, что это все-таки именно ошибка. Вот. Соответственно, задача, что в тот момент, когда ошибка идентифицирована, нужно дать варианты решения. Вот. И, соответственно, варианты решения, они, как бы, чаще всего это один вариант. Вот. Но в некоторых случаях, как бы, мы тоже доподлинно не можем быть уверены, как бы, что пользователь хотел сделать. Соответственно, как бы, в некоторых случаях нам нужно объяснить ему, там, грубо говоря, для начала сделайте вот это точно, а потом может быть это, может быть это, может быть это. Ну, например, как бы, какие ошибки и ошибочные состояния, и сложные состояния бывают. Вот. Многие из вас, может быть, уже занимаются или будут заниматься мобильной разработкой. Соответственно, в мобильных устройствах очень частая ситуация – это нестабильная мобильная связь, да, и там, и соединение с интернетом. Соответственно, как бы, пользователь чаще всего выполняет какое-то привычное действие. Например, отправить сообщение. Вот. Или, там, кликнуть, там, на какой-то, на какой-то странице. Или, там, допустим, открыть что-то подробнее. Соответственно, как бы, в этих случаях, как бы, может оказаться так, что мы не можем выполнить это действие, да, что, как бы, это действие, оно, в общем, пытается, там, достучаться до сети, но, как бы, этого не происходит. Вот. Соответственно, очень важно пользователю объяснить, что сети нет, да, как бы, причем, скорее всего, это нужно делать таким образом, как мы с вами в лекции про внимание проходили, что это нужно делать таким образом, чтобы пользователь это еще и увидел, что, скорее всего, близко к тому месту, где он отправляет непосредственно, да, там, это сообщение или то действие, которое он делает. Очень многие мобильные приложения любят сверху показывать плашку, даже если пользователь нажимает какую-то кнопку снизу. Но надо понимать, что это, как бы, довольно ущербный способ, потому что, как бы, скорее всего, часть пользователей и значительная часть этого просто не увидят. Вот. Но, в любом случае, даже до того, как все это рисовать, как мы уже обсуждали, надо просто записать, добавить в информационную архитектуру пункт, что нужно обработать состояние отправки сообщения, если у нас пропал интернет, что это состояние должно быть отдельно прорисовано. То есть на момент создания информационной архитектуры необязательно это рисовать и думать, где это показывать. Нужно просто не забыть, что это состояние должно быть проработано. Вот. Еще один важный момент – это то, каким образом мы будем доносить до пользы информацию о том, что произошла ошибка. Потому что очень часто именно при обработке ошибочных состояний из интерфейсов прорываются монстры, связанные с реализацией. Вот. То есть неверный формат токена или какие-нибудь ошибка доступа к базе данных. То есть как бы большинство пользователей, честно говоря, эти базы данных как бы не очень воспринимают, что там с этой базы данных, что где хранится. Они как бы этого всего не знают. Соответственно, как бы очень часто эти все вещи, они как бы для пользователей не имеют как бы никакого серьезного значения, но при этом почему-то в отображении ошибок именно эти термины встречаются. Ну, соответственно, как бы надо понимать просто, что пользователи избегают и непонятных слов, непонятных терминов, и вообще всего, что им непонятно. Вот. Как минимум, это не добавит им понимания того, что произошло. А в некоторых случаях, да, как бы, как я уже говорю, все вместе может сложиться в ситуацию неопределенности, что дискомфортно. Вот. Ну, например, по поводу непонятных вещей, просто не супер относятся к ошибкам, но очень прикольный пример, что вот в Инстаграме был, соответственно, была вот эта вот иконочка Директа. Она, ну, как бы, насколько я могу судить, конечно, я в Инстаграме не работал, но мне кажется, что просто разработчики решили, что это понятная иконка, все круто, и она 100% снизилась в джир. Вот. Кто-нибудь использовал джиру? Да, вот в джире. Вот такая же иконка для того, чтобы, соответственно, получать уведомления от комментирования моих страниц в вики, в джире, там, тасков и всего такого. Вот. Соответственно, они взяли эту иконку и думали, что это все будет всем понятно и все хорошо. Вот. По факту, когда они заменили на вот эту, и вот об этом есть статья, я читал перевод ее на хабре, но я думаю, что можно и оригинал найти, и перевод, может быть, еще какой-нибудь перевод. Вот. Что в тот момент, когда они сделали редизайн и просто в рамках редизайна заменили на вот эту иконку, то у них подросло количество директных сообщений. Вот. Понятно, что тут, как бы, так как это было в рамках редизайна, мы не можем стопроцентно гарантировать, что это связано чисто с иконкой, но доля этого высока. Вот. И причина как раз в том, что для большинства девочек, которые являются, в общем, целевой аудиторией Инстаграма, просто иконка из джиры в виде ящика, ну, довольно непонятная штука. И смысл ее нажимать, как бы, не ясен. А иконка самолетика, связанного, как бы, с такими школьными, школьного типа сообщениями, вроде как, как бы, что-то более понятно. Вот. И, как бы, такие иконки используются и в Телеграме, и все. То есть, как бы, пример того, насколько более понятная метафора может, соответственно, как бы, сыграть лучше. Аналогично и с сообщениями про ошибки. Вот. Соответственно, как бы, сообщение, ну, во всех сообщениях, связанных с ошибками, очень важно, как бы, стараться именно использовать терминологию, которая понятна пользователям. То есть, лишний раз, вводя какой-то новый термин, задумайтесь, как бы, будет ли он понятен пользователям. Вот. Возможно, можно даже кого-то спросить, то есть, как бы, из тех, кто является целевой аудиторией. Но, как бы, для начала, в любом случае, нужно задуматься, нужно ли использовать слово токен, там, какие-то технические термины дополнительные, или можно обойтись без них. Вот. И самый главный, самый главный момент, это нужно обработать достаточное количество состояния для эффективной работы. То есть, как бы, просто прямого сценария недостаточно. Его, как бы, было достаточно для нашего предыдущего задания. Все, мы шагнули дальше. Теперь нужно понимать, что в каждом из шагов может быть достаточное количество, скажем так, пограничных и сложных состояний, в которых что-то может пойти не так. А если пользователь при покупке билета не выбрал место? А если он, например, выбрал поезд, а в этот момент, выбрал место, а в этот момент это место уже было куплено? Все это обязательно должно быть обработано. Вот. А обо всем этом пользователь должно быть достаточно нормальным языком сообщено. В некоторых случаях, я помню, на сайте РЖД, в случае такого конфликта с местом, у меня просто перезагружалась страница, и я уже смотрел, что это место выкуплено. Это отличный способ обработки ошибки. Понятно, что как бы просто об этом на серьезном уровне не подумали. На уровне семафоров и доступа к местам подумали, на уровне интерфейсов нет. Вот. И для того, чтобы это продемонстрировать, я покажу вам ту схему, которую я показывал в прошлый раз. То есть то, в какую сторону как раз может развиваться информационная архитектура. Да, смотрите. То есть у нас есть в серых прямоугольниках это состояние. Как бы это действие, которое мы как-то на тот момент примерно так произвольно разбили на экраны. Экраны – это гибкая ситуация такая, то есть мы могли как бы что-то передвинуть на другой экран, еще что-то, но это было предварительное разбиение, поэтому оно только серым фоном обозначено. Но самое главное, что обозначено, это то, какие исключительные ситуации могут быть. Может быть, что покупатель применяет прямо здесь дисконтную карту. Может быть, что отвалилась связь с банком. Соответственно, если отвалилась связь с банком, то наша задача прямо на стартовом экране показать, что доступна оплата только наличными. Все, другого способа оплаты нет. Потому что связь с банком отвалилась, извини, дружище. Вот. Может быть, что касса блокирована помощником, тогда она вообще как бы, ну, соответственно, в интерфейсе мы реализовали это, что там, соответственно, как бы висит, что эта касса недоступна. Вот. Может быть, что покупатель, опять же, здесь применяет дисконтную карту, может быть, что покупатель зовет помощника, а может быть так, что покупатель просто уходит. Он просканировал несколько товаров, потом там ему жена позвонила, сказала, да не надо ничего покупать, я все уже купила. Все, он развернулся, ушел, он не станет эти товары собирать, идти в магазин. Даже если станет такой один человек, будет, все равно будет кто-то, кто уйдет. Соответственно, как бы эта ситуация тоже должна быть обработана. Вот. Она должна быть обработана не только визуально, она должна быть обработана как бы схематически. И это вам, на самом деле, очень близко как к разработчикам, то есть вы должны понимать, что нужно именно продумать логику. Как поведет себя касса в момент, когда покупатель шел. То есть, наверное, через какой-то тайм-аут она должна блочиться. Как она заблочится? Будет ли там вопрос, что типа касса должна, касса вот скоро заблочится, типа вы продолжите покупки или нет? Все это как бы нужно отдельно продумать. Вот. Может быть, что при сканировании просто нет товара в базе. Его не добавили, не завели, все такое. Может быть, что товар не продается в это время, как алкоголь, да? То есть он сканирует вино, а так бац, все уже 10.05, извини. Опять же, как бы это все должно быть в интерфейсе отражено. Иначе, если мы это не продумаем, то что-то будет, но что мы не знаем. То есть там пикнет, например, сканер, но товар в чеке не окажется. Вот. И что-нибудь еще. То есть как бы эти все вещи обязательно должны быть продуманы. Вот. Может быть, что покупатель поставил не тот товар. Произошла перегрузка, да, там стола. Это все, кстати, все эти вещи мы получали при описании API этой системы. То есть мы часть вещей забивали из логики, из понимания работы магазина, советовались с сотрудниками, а часть мы забивали связанные именно с API, обработка ошибок, которые нам давали наши партнеры, которые изготавливали саму кассу. Вот. То есть тут же есть ситуация, что, например, пользователь коснулся стола для покупок, да, там, соответственно, вот весовой платформы. И тоже был вопрос, как это отображать. То есть в некоторых случаях как бы некоторые кассы отражают это так, что сразу тоже выдается ошибка. Вот. Но мы посмотрели несколько вариантов и, опять же, в первые несколько секунд мы вообще ничего не показываем, потому что, ну, как бы, скорее всего, это просто эпизодически. То есть он, например, ставил товар так медленно и касса отработала, будто бы это было касание. На самом деле это просто такая медленная постановка товара. Вот. То есть, видите, получается, что вот эта вот схема, которая, как бы, может быть, тоже представляет из себя просто последовательность таких, там, из пяти-шести экранов, на самом деле она очень быстро разрастается благодаря вот обработке таких вот исключительных ситуаций. Вот. Поэтому мы ни в коем случае не должны говорить, что информационная архитектура это там один, два, три, четыре, пять. Нет. Это в любом случае схема, просто потому, что схема более расширяемая. Она позволяет нам, как бы, найти какие-то там дополнительные точки и легко их сразу вписать. В просто последовательность один, два, три, четыре, пять мы, как бы, сделать это не сможем. Вот. Ну, точнее, как бы, скорее всего, это просто будет непрезентабельно. С этим сложно будет самим работать, а инструмент, с которым вы сами не можете работать, скорее всего, не будет использоваться и никак не поможет. Вот. в целом, у меня все. Давай я еще хочу. Давай. Да. Три вопроса у меня есть чисто таких практических. Ага. Как лучше воспринимается обработка ошибок каким-то более универсальным способом отображения ошибки, уведомления пользователя, или нужно подбирать под каждый метод лучше индивидуальные какие-то обработки, которые характерны специально для этого? Ну, я говорю, что тут, как бы, всегда есть всегда есть отдельно, всегда с этим есть отдельный вопрос, потому что, как бы, ну, абстрактно на него ответить нельзя, сразу скажу. но если конкретно говорить, то есть конкретно плохие решения. То есть, например, если мы универсальный способ придумали, что у нас все ошибки покажутся сверху, и я говорю, что, например, кнопка отправки сообщения находится снизу. Я нажал отправить сообщение, у меня выехала панелька сверху. Ну, как бы, если она еще выехала, это еще полбеды. Хотя тоже, наверное, все-таки три четверти. Вот. В общем, скорее всего, как бы, часть пользователей увидит ее за счет анимации, но, как бы, значительная часть просто смотрит именно в эту точку, где происходит ошибка. Соответственно, как бы, если у нас ошибка показывается не около точки, то надо понять, что, да, есть плюс, что она показывается универсальной, ее легко добавить, но минус в том, что, как бы, часть пользователей ее не заметят. Поэтому, как бы, как минимум для ключевых действий я ее за индивидуальную обработку. Но, опять же, индивидуальная, индивидуальная рост, то есть, как бы, все ошибки, они должны, как бы, все-таки ну, у них должно, относительно них должно быть понимание, что это ошибка. То есть, грубо говоря, там красный цвет, это все такая тема, которая используется во многих сайтах и дает понимание того, что это именно вещь, которая требует к себе внимания, скорее всего, значимая, и плюс, как бы, культурно у нас красный цвет связан с ошибками. Вот. Поэтому, например, это довольно хорошая практика. Ну, понятно, что надо, как бы, не перебарщивать с ним, как бы, не такой, наверное, красный, чтобы вытекали глаза, но, как бы, я думаю, что тут, я думаю, там хорошие дизайнеры подскажут, как лучше. Вот. Но сам факт, что, что, как бы, решение супер универсальное, оно в некоторых ситуациях, особенно ключевых, может оказаться не очень хорошим. то есть, может быть, все-таки его надо как-то индивидуально затачивать. Вот. Еще по вопросу. Некоторые системы угодомляют об ошибках и пишут код ошибки. Ну, как это вообще воспринимается пользователем? Ну, на мой взгляд, это, конечно, трэш, вот, но надо сказать, что для, как бы, для ситуации, где есть регламент работы, то это, как бы, нормально. То есть, например, если у нас, грубо говоря, есть какая-то подводная лодка, грубо говоря, или там, ну, лучше все-таки система, в которой есть связь какая-то, там, например, атомная станция, им там пишется код ошибки, то по коду ошибки есть куча документации, где можно посмотреть, опять же, можно составить рапорт, что произошла ошибка номер такая, это, и, как бы, все сразу понимают, о чем речь. Вот. То есть, как бы, код ошибки имеет значение, если, как бы, есть, куда его потом передать. То есть, например, в принципе, даже в каких-нибудь системах, где потом можно обратиться в техподдержку и написать, что у меня была ошибка с таким-то кодом, ну, скажем так, можно так иногда делать, хотя, как бы, понять, что для массового сервиса это не очень хорошо. То есть, в одноклассниках мы такое не используем, потому что, как бы, ну, наши бедные 40 миллионов пользователей реально, как бы, будут мучиться, читая все эти коды. Вот. Но для профессиональных систем это, да, наверное, работоспособная практика. Ну, это очень видно, что Windows как используется, и чьи пор, некоторые, когда они выводят, это просто, наверное, не стоит, что-то, да? Ну, все эти системы, надо понять, ребят, почему, например, мы считаем важным вообще прочитать этот курс, потому что, как бы, интерфейс такая штука, которая проектируется в любом случае. Как бы, если человек умеет это делать, не умеет это делать, хочет это делать, не хочет это делать, все равно он так или иначе участвует в проектировании интерфейса. Windows – это система, которая изначально проектировалась программистами. Как бы, это неплохо и нехорошо, просто, ну, большинство из них не умели этого делать нормально. И, соответственно, они делали так, как они считали нужно. Ну, как бы, удобно же работать с кодами ошибки? Ну, для программиста – да, удобно, как бы, а в чем проблема? Ну, для пользователя – нет, но они, как бы, система в систему, как бы, все, ну, работает, каша не просит, и нормально. Вот, на самом деле, как бы, понятно, что системы, которые, как бы, строились на каких-то других принципах, да, но я не говорю про Apple, это Apple, как бы, ну, немножко про другое, скорее, говорю даже про мобильные системы. Как бы, они строились на принципах, что это, как бы, система, которая, в общем, должна какие-то все вот такие сложные состояния инкапсулировать внутри себя. То есть, как бы, там же нету, как бы, возможности доступа, как бы, к каким-то там внутренним, там, не знаю, памяти, еще чему-то, как бы, ну, вот для простого пользователя точно, как бы, а в настольном компьютере, понятно, что это, в первую очередь, был там рабочий инструмент, соответственно, как бы, считалось, что это такая полупрофессиональная система, хотя он очень быстро стал массовым сервисом, естественно. Но, как бы, как только, как бы, пришли реально массовые такие операционные системы для мобильных телефонов, для планшетов, то стало понятно, как бы, что в них, как бы, такие вещи просто, ну, неприемлемы. И их не стало. Ну, как бы, а Windows, осталось исторически видимо. Вот, как-то так. У меня еще один вопрос. Про ваше кассовое самослужение, я говорю, что, ну, у меня очень интересная проводка ошибок, и я вспомнил, как в карусели пропадываются ошибки. В карусели NCR, да, наши конкуренции стоят. Да. И у них есть такой случай, когда, ну, ты забираешь товары, собираешь их потихоньку, вот, у них постоянно там через буквально 10 секунд уведомляется в том, что нужно забрать товары. Не-не, мы так не делали, потому что там значительно проще это все делать, как бы, потому что, если мы видим, например, что на весах постоянно меняется вес, то не надо пользователю уведомлять, потому что, как бы, видно, что товары собираются. А если вес в какой-то момент стабилизировался, и он стабилизируется не на нуле, это значит, что товар забыт, и надо как можно быстрее кассу заблочить по двум причинам. Во-первых, придет новый покупатель, если поток, его начнет сканировать, и непонятно, что будет. А вторая причина в том, что если покупатель реально забыл товар, то если мы быстро заблочим кассу, то есть возможность его еще вернуть. Эй, дружище, ты забыл товар, и все такое. Ну и, соответственно, как бы, опять же, это сигнал для помощника, что нужно этот товар убрать и кассу привезти в работоспособное состояние. Поэтому мы такой фигней как бы, как в карусели не занимались. Мы просто из логики пошли. Мы даже, если честно, я даже не видел, что у них так, потому что мы как бы из логики пошли, и что если товар, ну, если вес меняется, то как бы уведомлять ни о чем не нужно. Как бы никакой ошибки не происходит. Никакой исключительной ситуации не происходит. Просто нужно, как бы, продолжать работу и все. Вот. Как-то так. Такой формат выполнения заданий. То есть, дается какая-то задача, дается поле ввода для ответа. Есть две кнопки проверить и сохранить. Как вы думаете, что делает кнопка сохранить? Что она сохраняет? В общем, я так и не смог выяснить, что она делает. Все, что по ней происходит, как выводите сюда 21 дробь 48, она пишет снизу. Это же можно сохранить, появляется здесь эта штука. Зачем? Может быть, за тем, чтобы можно было уйти и вернуться, я так и не выяснил. Но прежде не об этом. После того, как вы жмете проверить, появляется вот такая строка. Вы отправили материалы на проверку один раз из трех возможных. И потом я узнал, что если ответ был неправильный, то она вводится в красную рамочку и ставится крестик. Если правильно, она сразу рисуется зеленым и галочка такая ставится. То есть, вроде бы, здесь я бац и ошибся. Поначалу, да, вот у меня были проблемы с тем, что я не мог никак разобраться с этим интерфейсом, что он мне сообщает. Потому что я думал, ну, отправил три раза, значит, можно три ответа отправить, а потом один правильно из них выберу. Как казалось, нет. Среди этих он дает ответ сразу, а не потом когда-нибудь. но это ерунда. Потому что, когда вы начинаете, ну, вам наверняка знакомо это чувство, когда задача кажется кайфовой, вы так и решили, класс, вот ответ туда, бац, он тебе красненький, неправильно. Ты думаешь, наверняка этому есть какое-нибудь психологическое даже понятие, когда ты не согласен. Ну, я не мог неправильно решить это. Явно там, с той стороны, ребята накосячили, потому что вот у меня бумага, вот расчет, и все сходится. Я стираю 21 дробь 48, пересчитываю это на калькуляторе во второй формат, ввожу туда и жму еще раз проверить. Опять неправильно. И в шизе я жму туда третий раз, потому что мне кажется, что может данные туда не доходят, еще что-то, и он мне. То есть после этого я вообще перестаю замечать вот эту строку, у меня все зрение направлено вот сюда, и в итоге это очень сильно возбуждает меня, в общем, еще больше, да, вот это нервное состояние, оно сильно сказывается на то, как человек оценивает вашу обратную связь на ошибки. Есть даже такой чудесный график зависимости вообще производительности человека от того, в каком эмоциональном состоянии он находится. То есть когда вам скучно, уныло, вы можете там что-то не заметить, что-то еще, там, хорошее считается, вот когда у вас средний уровень эмоций, есть какое-то вовлечение в процесс, но как только вы начинаете психовать там, либо у вас есть какое-то внутреннее возбуждение, причем не важно, это негативное, оно либо позитивное, вы начинаете совершать больше ошибок. Этим пользуются, например, отчасти маркетинги, когда вы видите на сайте продажи какого-нибудь товара, красный счетчик, цифры идут назад, время заканчивается, то есть они это делают для того, просто чтобы, так сказать, нагнетать атмосферу, чтобы у вас осталось немного времени, иначе вы пустите свою выгоду, все пропадет. И есть внешний стресс, когда, например, в метро очень много народу, вы подходите к турникету, а там сейчас можно карточкой заплатить, телефоном, и я по себе, на себе это испытал, что когда за мной идет столько людей, нафиг мне эти эксперименты, я боюсь ошибиться, потому что эти люди меня проклянут и внесут туда просто так без оплаты вообще какой-нибудь. И про это Виктор уже говорил, что все ошибки можно поделить на ошибки исполнения, когда вы недовыполнили, допустим, какое-то обязательное условие, не заполнил поле, ввел не то значение, там галочку не заметил, и есть ошибки управления, которых когда хотел скопировать, но удалил, вот то же самое, да, кнопка выглядела одинаково, думал, что произойдет одно, а произошло другое, не смог сделать погромче, не отправляется ответ, это вот как в моем случае, когда я там психовал, сжал, 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 то есть я понимаю, что ошибка, но не понимаю, в чем она, неправильное значение или неправильно отработала там система, и вот состояние этой внутренней, как сказать, замкнутости, когда у меня все отрезалось, я видел только вот это поле с ошибками, называясь тоннельным эффектом, и хороший, как сказать, не хороший, да, в общем, чем вы старше, чем я старше, тем больше это усугубляется, то есть у меня, видимо, каких-то, может быть, внутренних резервов уже не хватает на то, чтобы смотреть все вокруг, чтобы избежать этого, можно было сделать там подсказку, что одна из трех попыток написать, что одна из них уже была ошибочной, давай соберись там, и явно указать, в чем я ошибся, что ответ был неправильный, либо ответ не отправился, и не буду эту презентацию до конца рассказывать, есть такой метод исследования, называется жесткое исследование, когда тоже свойственен пожилым людям, когда они для того, чтобы разобраться с системой, начинают просто потихоньку везде жать и смотреть, как это работает, здесь вы мало чем поможете, то есть они, чтобы не ошибиться, так попробую здесь, попробую там, все это будет хорошо, как люди исправляют ошибки, либо системно, это то же самое, что они по очереди пробуют, так не получилось, попробую здесь, так не получилось, попробую здесь, то есть у них есть какая-то логика, а есть те, которые делают это хаотично, профессионал говорит, будем верить, которые начинают тыкать все подряд, пока не получится, и тут уж вам как повезет, дотыкают они... Опять же, зависит от системы, надо сказать, что в системах управления ракетными крейсерами, там... Ну, люди не занимаются этим, да. Не, просто надо понять, что как бы такие системы существуют, и там как бы исправление ошибки происходит по уставам, по регламенту, и эти регламенты прописаны, поэтому тут как бы других вариантов нет, те, кто делает хаотично, как бы долго не работают в этих системах. Они умирают, да. И еще о чем я хотел сказать, очень важно уметь признавать свои ошибки. Был у нас такой случай, что мы... Как случай? Да, техническое ограничение, что вы не можете добавить себе больше, чем 5000 друзей в фотостране. И как бы там была... Это очень редкий кейс для фотостраны. Там был обычный какой-то системный алерт, там, лимит превышен. И такое впечатление, что человек в этом виноват, а не вы. И мы делали очень клевое окно, где мы рассказывали, что вот, вы не можете больше подружиться, да, это наша вина, там, мы не докупили серверов, простите, пожалуйста. Оно очень, ну, хорошо воспринималось, никто на него не жаловался. Главное, что люди понимали, в чем ошибка, и как ее исправить, добавить себе подписчиков, либо что-то еще там сделать. Вот. Про что этот слайд, я уже не помню, потому что сейчас будет перерыв. После перерыва мы займемся с вами, мы просто обсудили с Виктором по дороге домой после прошедшей лекции вашей работы и решили, что, наверное, мы не до конца хорошо рассказали про информационную архитектуру, как ее сделать на основе персонажей и сценариев. И после перерыва мы вместе с вами, вы говорите, я рисую примерно по такой схеме, сжахнем информационную архитектуру для сайта покупки билетов на Сапсанчик. Потому что там было совсем плохо. Попробуем сделать чуть получше. про Сапсанчик. Почему мы выбрали его? Потому что там... А есть кто-нибудь из команды Сапсанчиков? Я один. Ты поедешь. Во-первых, потому что это, ну, довольно понятно должно быть каждому и потому что у ребят там было все так себе. Итак, с чего надо начинать, да? Это персонажи. Ты помнишь, какие у вас были персонажи? Да, помню. Их было трое. Так. Первый, это который бизнес-то, нам надо было побыстрее купить билет. Так. Второй, это была семенная пара. Ну, смотрите, первому надо было срочно. Семейная пара, им надо было... Они долго выбирали, им подешевле надо. Им надо дешево. Третья, это была работница большой компании, ей надо было отчетность. Она часто видела, ей отчет надо было подать, потому что она купила. Давайте-ка подразовьем тему с работницей большой компании. Что еще может быть надо? Вот про детку говорили. Нет, ну смотри, вот в этих категориях одним срочно, другим дешево, третьим розетка не катит. Ну смотрите, если это работница большой компании, ей нужна отчетность. Да, ну видите, у вас, наверное, мало опыта работы. Надежно. Надежно, стильно, модно, молодежно. Нет, на самом деле, в большой компании покупкой билетов обычно занимается специально выделенный человек, и ей помимо отчетности надо их покупать часто и много. И не себе. То есть я бы сюда написал много. Или часто. Часто. Много напишу. Начинаем прямо по порядку с первого. Какой сценарий у товарища, которому надо срочно уехать? Ну вот как он действует? Рассказывайте, что вы не бойтесь. Представьте, что вам надо срочно в Москву, вы идете на сайт по покупке билетов. Как можно быстрее его купить? То есть он заходит и сразу находит нужно. Что-нибудь вроде этого. Теперь чуть поближе к интерфейсам. То есть, чтобы на главной странице можно было сразу быстрее ближайший рейс. Отлично. Ближайший рейс это часть чего? Главный страниц. Нет, смотри, пока мы делаем информационную архитектуру, мы не оперируем термином страница, кнопка. Просто, ну вот что из себя представляет главная страница в данном случае? Это правильное расписание. Чтобы понять, какой пояс ближайший, проще всего посмотреть на расписание. вот он увидел расписание. Дальше что-то сказал надо ему сделать? Выбрать ближайший. Назовем это выбор поезда. что включает в себя выбор поезда? Первое, это так, ему надо быстро, это время. Время отпор. Когда он уезжает? Еще что важно? Выбрать место, где он будет сидеть? Да погоди, до места. Это тоже важно, но это не выбор поезда, это сразу я-то запишу. Следующий пункт будет выбор билета, ну давай назовем это выбор места, да ладно. Или лучше, нет, лучше все-таки билета, потому что там могут быть еще какие-нибудь. Выбор билета. Возвращаемся сюда, выбор поезда. Помимо время отправления, что важно еще? Время прибытия. Правильно, прибытие. Я промежуточный поездок пересадок. Станция отправления. Молодец, назовем это направление, потому что, ну давай так, направление, куда едет поезд, в Москву или в Питер, плюс станция отправления, потому что вдруг он из Твери. Если вы знакомились с тем, как ходят Сапсаны, в Твери останавливаются не все. Поэтому ему помимо времени отправления и направления надо посмотреть. На самом деле это влияет на время в пути и время в прибытие, но как это назвать-то остановки? Ему может быть не надо, но если расширить персонажей до более широкой аудитории, кому-то точно понадобится. сапсаны между Москвой и Питером хоть без остановок. Это тебе так кажется. Есть остановка в Твери, в Балагом, больше я не помню, но и там разница минут в 20, наверное, Так, выбор билета. Погнали, что ему важно? у него звонил телефон, кто говорит слон. Алло, я не могу сейчас разговаривать, я веду лекцию. Пока. Прошу прощения. Выбор билета, что ему важно? Давайте, место. Как можно охарактеризовать места? Не молчите, не бойтесь. Номер вагона. Ну, тебе важен номер вагона? Без детей. Вот, это правильно. Место. Поехали расписывать место без детей. Есть люди, которые не любят ездить спиной вперед. Спиной назад хотел написать. Лицом вперед. Есть люди, которые любят ездить у стола. У стола, у окна. И мощный был у вас кейс с розеткой. Потому что розетки у вашего места есть только в одном вагоне. Розетки. И, кстати, детей по дефолту всех селят тоже в какой-то один вагон. В реальности продажи это все еще чем? Конечно. Да даже в РЖД можно все это сделать. Я тут не фантастикой занимаюсь. Я посмотрел сайт РЖД, сейчас мы его нарисуем. Да я не знаю, честно. Но если у них не учтено, это же наш, как сказать, хороший шанс выехать и сделать круто. Выбор билета места, место без детей. Что еще может быть важно в выборе билета? Да ничего, пока чтобы не фантазировать, да, вот нет ничего, нет ничего. Берем, пока остановимся на этом, да, берем сразу второго человека. С чего можем добавить, им нужно было дешево, в какой пункт это может дописать. Это может быть и в выборе поезда, потому что на разные рейсы есть разная цена, да, то есть мы берем такие сюда и добавляем доллар. Это может быть в выборе билета, в каждом поезде есть разные билеты по стоимости, есть там с питанием, без питания, есть какой-то первый класс, не первый класс, выбрал билет, выбрал место, что дальше происходит? Оплата. Оплата. На что можно побить оплату? Выбор типа, дальше ввод данных. Вот, кстати, про ввод данных ты очень хорошо сказал. Оплата здесь оставим просто картой, чем там еще, я не знаю, веб мани какой-нибудь, Яндекс деньги, Яндекс деньги, либо забрать в киоски. Приходишь пешочком, приносишь денежку, забираешь. Но до оплаты, то, что я пропустил, а вы правильно сказали, вот здесь должно быть еще заполнение данных о человеке. Кто поедет? Заполнение. Только потом мы перейдем к покупке. вот такой счастливый он купил. Что дальше происходит? Ну, необходимо предоставить либо билет, либо если мы забираем, то нужно как-то сохранить информацию там, где нам забрать, можно. Вот отсюда забрать надо получить инфу. Если ты оплатил, тебе нужен билет. Билет тебе нужен в почте, билет тебе нужен в PDF-очке. И вот это и вот это можно объединить все в чудесное слово личный кабинет, где вы можете спокойно развлекаться, смотреть свои билетики. Это в принципе мы хорошо прошлись по первому человеку, он счастливый с билетом бежит на Сапсан. Берем второго пара, которым надо дешево. Помимо того, что им надо дешево рвануть туда, они посмотрели расписание, в расписании кстати, тоже можно цену приписать, мы ее там тоже будем показывать, по дням, когда она как отличается. Им помимо выбора билета нужен обратный билет. то есть это критерии те же самые, билет просто мы пометим, что он нужен туда, нужен обратно. Для женщины, которая будет приобретать много билетов, на этой схеме я не знаю пока что добавить, то есть не надо сидеть на ней до ночи. Сейчас мы попробуем все это перенести в квадратики и чудесным образом нарисовать. Поехало движение, да? мы пришли на страничку и попали на расписание. Расписание. В расписании мы выбрали поезд. Выбрали поезд. В поезде мы выбрали место. Дальше мы заполнили о себе данные какие-то. Дальше вы пошли в оплату. После оплаты вы назовем это личный кабинет. Это схема, которая можно сказать халява готова. И почти такие же вы нарисовали. Только у вас она была еще в два раза короче. Нет, она была грубо говоря поезд. От поезда до оплаты было свернуто все типа покупка билета. да, но здесь сейчас мы возвращаемся вот сюда и понимаем, что человек, который из расписания провалился в поезд, например, если взять людей, которым надо дешево, они будут вот отсюда вот сюда ходить вообще бесконечное число раз. В какой-то момент, в какой-то момент у нас на после оплаты кто-то решил взять обратный билет. Он заплатил и, соответственно, отсюда идет опять в расписание. Место, ну, я нарисовал его так, на самом деле надо было писать здесь не место, а вагон. А где-то были тряпочки, ой, я все нашел. Будет не место, это будет вагон. И вы заходите в вагон, видите, что у вас в вагоне нет места, удовлетворяющих вашему требованию. Вы идете обратно вот сюда. Это тоже довольно бесконечный процесс может продолжаться. Вот в этот момент вам надо попасть в информацию о вагоне, в котором будет что-то про розетки и про детей. Не знаю, как... Потому что, помимо того, что вы хотите, может быть, ехать без детей, есть второй вариант, когда вы хотите ехать с детьми и вам нужна либо там детский уголок, либо пеленальный столик, либо какие-то услуги, да, дополнительные. Что еще? Время отправления, прибытия, направления. О, направления. Ну, пусть это останется в расписании. Еще в личный кабинет нужно сразу. Да, да, сейчас я просто, чтобы заполнение, оплата. Оплата, вот из оплаты я сразу, видишь, поехал в личный кабинет, а на самом деле из оплаты вы, если будете платить карточкой, скорее всего, пойдете еще в какую-то стороннюю штуку подтверждать оплату. Пришли в личный кабинет, там есть билетик. Это вторая, да, уже информационная архитектура. Можно спросить? Давай. Надо ли добавить, допустим, поле для перепроверки данных введенных? Ну, то есть они ввели данные какие-то себе не надо ли показать картинку, что типа, вот, проверьте правильный. Молодец. Вот сюда мы добавляем проверка. Из проверки он уже пойдет в оплату. То есть вот эта стрелочка у нас уехала. Хоп, проверил билет. И если все хорошо, он идет сюда, если все плохо, он возвращается вот на этот шаг. Оплата карты Яндекс. Там, да, идет либо на Яндекс подтверждать, либо карту подтверждать. Билет идет пусть будет в личный кабинет. Дальше будет страничка с билетом. Он ее распечатал. На этом шаге, в принципе, он может покинуть наш сайт. Довольно счастливый. Но если этот человек я, я через день, через два, а может быть перед самым поездом, зайду сюда еще раз и мне, по большому счету, расписание не надо. У меня билет куплен. И мне в этот момент нужна вот такая стрелочка. То есть понятно, что сразу в билет я не попаду, но в личный кабинет надо. Здесь просто неудачно. Нарисал, поехали вот сюда. То есть все, что мы рисовали для этого, для меня же, но в другую ситуацию, не важно. я хочу прийти, просто распечатать билет и свалить сайт. Я дам банально посмотреть просто какое место. Да, да, да. Я просто очень трепетно к этому отношусь, и я смотрю, особенно перед отправлением, чем ближе поезд, тем чаще я этим занимаюсь. Не знаю, зачем мне это надо, как-то у меня спокойнее от этого знания. Так, без детей. Тра-та-та, у стола, у окна, место, забрай. Ну вот, с одной стороны, да, вроде бы все, но, когда мы берем тетеньку, у которой много билетов, у нее в личном кабинете вот эта вот чехарда добавляет нам вот сюда еще одну стрелочку. То есть она будет ходить в билет, обратно, в билет, обратно. Билет она будет кому-то там как-то отправлять. В какой-то момент она отсюда поедет обратно в расписание, потому что ей, помимо того, что надо отправить купленный, купить еще, да, то есть мы коп такие. У меня не было такой потребности, а у нее будет. Теперь мы вспоминаем, что нам сегодня Витя рассказывал про ошибки и добавляем еще кучу стрелочек почти в каждое место. Например, выбрали его вагон, выбрали место, даже не знаю куда. Это будет вот в этой строке, да, вот здесь вот. Но что-то пошло не так, то есть вам надо на своей стороне проверить, что это место еще есть. Еще одна проверка. Если все хорошо, то мы идем заполнять данные, если все плохо, мы выдаем информацию об ошибке и просим чувака выбрать вагон. Здесь у нас уже стрелочка есть, если он вдруг передумал, ему хотелось только это, он идет, меняет пояс, а может уйти обратно в расписание. Поэтому мы делаем еще вот так вот. Дальше он заполнил о себе. Проверка, да, с ошибки он ушел сюда. Здесь тоже мы добавляем еще квадратик. Мы ему скажем, что вы ошиблись. Либо, если это какая-то ошибка, о которой можно сообщить в всплывающем окне, мы делаем так. Либо, если он не заполнил, допустим, никаких полей, то нам нужна страница о себе с состояниями указания на ошибки. То есть, это о себе и о себе 2, я не знаю даже, как ее назвать. То есть, в данном случае он пройдет без нее. Это скорее в этот же стейк, просто обработка ошибок. Ну да. Все нужно отдельно прописать, короче, если имя неправильно заполнено, если неправильная дата рождения, например, номер, паспорт и все такое. Ну, чтобы это не расписывать, то есть, на самом деле, как вы видите, уровень детализации, чем дальше ты думаешь, тем шире она растет. И что для нас было удивлением, почему вы, большинство из вас, становились на схеме из двух, максимум трех квадратиков. Зашел, выбрал, купил. Это рай. Но как только вы бы сели хоть что-нибудь из этого запрограммировать, вы бы прилипли в такую штуковину. Дальше, допустим, в какой-то момент вы остановились и поняли, что для решения вашей задачи этого достаточно. То есть, ну вот, хотя бы в рамках нашего курса. После этого можно переходить к той самой концепции главной страницы, о которой мы говорили. И давайте я сотру вот эту большую стрелку. Попробую здесь справа что-нибудь нарисовать. но чтобы нам ее не потерять, я ее куда-нибудь запихаю сюда. Давайте, сначала сделаем вариант без креатива. Главная страница, большое такое окно. ваше предложение. Расписание давай. Молодец. Но сначала сделаем здесь заголовочек. Ладно. Расписание. Как будет выглядеть расписание? Какие есть атрибуты в расписании? Ну, во-первых, нам нужно сначала указать откуда-куда мы идем. Направление. Обозначим его как-нибудь вот так. Ну ладно, давай даже, чтобы понять не было. Из Петербурга в Москву поедем. Еще. Время. Ну да, Т1, Т2, Т3, Т4. Мы уже взяли и скатились на второй пункт выбор поезда. Судя по нашей системе предыдущей. Так нельзя делать? Слева. Смотри, это просто блоки. Ты очень правильно задал вопрос. Блоки не означают отдельные страницы. Кстати, то же самое, что я показывал в кассе самообслуживания. Помните, я бы показывал, что у нас есть действия, которые мы знаем, что есть. Но мы еще не знали, но тут, знаете, на какие экраны мы разобьем. Поэтому я показывал в бледно-сером и так предварительно обвели, что вот эти два действия скорее всего будут на одном экране. Но это не значит, что они будут на одном экране. Потом кое-что мы разделили. Сама вот эта схема, она пока никак не привязана к экранам. Почему я вам говорю, мне надо переверить термин интерфейса? Это просто шаги, да? Посмотрел расписание, выбрал поезд. Никто нам не мешает этого делать на главной странице. Время отправления помимо него есть что там, тэса, штрихо, время прибытия. здесь, я не знаю, там номер поезда, все что угодно. Здесь можно, кстати, написать, сколько он едет. Едет, 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 едет. Чего не хватает в расписании? Цены, возможности купить. Цены, возможности купить. Что ты купишь? Поезд? Едет, свободные места. Нет, смотри, все правильно, свободные места. Свободно 20, 30, 80, 160 мест. Еще. Ну вот, мы изначально пытались рассмотреть только остановки и станции отправления, а здесь уже так много информации, может нам сначала обработать первую информацию и вот эти вот... Это концепция, то есть мы... Ты же не будешь так рисовать. Я просто пытаюсь на этот экран схематично накидать то, что мы хотим указать. Остановки нужны. Я бы на самом деле, ну и что логично их сделать, вот сюда бы их напихал между Т1 и Т2, да, где они все помещаются. Ну и здесь пометим, у него есть две остановки. А у этого, ну давайте, вот у этих не будет остановок. Еще, прям один очень важный фактор про Фоккаль. Ну давайте, это же так просто. Сейчас я посмотрю. Ну, на самом деле, на этом экране его нет. Он есть, но очень косвенно. Может, он нужен переход от личного кабинета? Ты правильно стал смотреть, уже на эту схему, и никто не запрещает так делать, потому что есть известный фактор, когда вы концентрируетесь на одной задаче, и у вас что-то не получается, самый хороший путь перейти к другой задаче. Переход в личный кабинет я по старинке повешу вот сюда. Просто потому, что я у доски, мне так захотелось. И тут вы такие выдохнули, фу, решили, куда деть личный кабинет, возвращаемся к расписанию. Ну реально, ребята, поезда ходят не один день. Этому надо было срочно, а этим надо дешево, но не сегодня. Из Санкт-Петербурга в Москву, и из Москвы в Санкт-Петербург можно поехать сегодня, завтра, через неделю, даже через месяц. Нужна дата. После смены которой, у вас будет рефрешиться это расписание. Дальше все просто. Смотрим на схему. В личный кабинет мы сходили. В поезд. То есть нам надо сделать, чтобы вот эта штука была кликабельной. Ну да, я как-то мог выбрать вот эту поездушку. Поездушку. Допустим, он мне понравился. и провалиться внутрь на, то есть поезд мы уже выбрали, на выбор вагона. Это можно делать, да, опять же, концепция ваша двумя путями. Можно делать, допустим, здесь взять и развернуть все вагоны. Либо уйти на новую страницу. Ну вот я веселье ради пойду на новую страницу с названием вагон. Вагон. Пришли мы таки на страницу вагона. Нам нужна информация. А, нет, стойте. Это на самом деле не страница вагона, а страница поезда, на которой много вагонов. Вы меня там чуть не запутали. Вот здесь много вагонщиков. в каждом из них там нарисованы какие-нибудь местечки. Про каждый вагон можно отдельно что-нибудь почитать. Может быть, так как на самом деле вот этой информации у нас немного, есть ли розетки, есть ли там пища. вот здесь вот будет вагон-ресторан. Такой красивый. Я бы предложил сделать какие-нибудь просто пометки, например, что вот в этом вагоне есть розетки, а в этом вагоне едут детишки. То есть, этого вполне достаточно. Нет смысла выводить человека на новый экран, где он получит минимум информации. Выбрали вагонщик, информацию посмотрели. Куда там нам дальше? В проверочку заполнять данные о себе. То есть, здесь, после того, как вы выбрали что-то в вагонщике, должна быть какая-то кнопка типа ОК, которая будет вести вас на экран с подтверждением. Но, ваша задача была, сейчас мы распишем все это до конца. И интересно, это здесь походу только мне и место на доске заканчивается. Задача была нарисовать просто первый экран. То есть, по большому счету, хорошим выполнением задачи была бы примерно вот такая схема с таким же рассказом. И первый вариант реализации главной страницы и как вторые делать, да, вы понимаете дальше. И нужен какой-то второй вариант. Здесь надо просто включить какое-нибудь свое воображение, и мне хотелось, да, чтобы вы это сделали. Потому что если говорить о том, что мы живем сейчас в высококонкурентной среде, в методиках креативного дизайна мышления считается, что надо сделать пять вариантов, выкинуть их все напрочь и начинать работать только с тех, которые рождаются после этого. Потому что все, что вы придумали пять первых, это скорее всего кто-нибудь сделал, это неконкурентоспособно. если вы хотите разродиться чем-то вот креативным, именно это к ним относится. Если чем-то функциональным, то вот этого допустим вполне достаточно, потому что оно покрывает сценарии, покрывает архитектуру прекрасно. Ну, давайте, предложите мне что-нибудь новаторское. Ну, не бойтесь, ну, репзи. Филипп, давай, предлагай. Давай. Я не знаю, как ты считаешь мои мысли, потому что, когда я сюда ехал и придумал, что бы я сказал, это было бы просто один в один мой вариант. Сделать из этого интерфейса, грубо говоря, банкомат. Когда вы приходите, у вас нету всего вот этого мракобесия, а у вас есть вот какая-нибудь там дизайнерски оформленная здесь Петербург, здесь Москва, и вам надо просто срочно, реально, все, горит, дешево. Понятно, что вы потом будете уточнять как-то эти детали. Дешево или там много. сейчас даже если чуть оторваться от реальности, это вы можете там раскритиковать, но это прямо напрямую выполняет требования, которые мы вытащили из персонажей, и я считаю, что это очень клево. Все, это вся концепция главной страницы. Вы зашли, думаете, мне надо в Москву дешево. И мы показываем вам выборку, пар билетов Питер-Москва, там, с возможностью выбора даты, как-то корректировать. Но суть в том, что мы покажем вам какие-то дешевые спарки. Есть бот в Телеграме, который выполняет эту функцию. Вы пишете, куда вам надо, и он ищет самый дешевый билет на этой неделе. И им даже пользуется, потому что это, ну, не скажу, что суперчастый кейс, но он есть. Когда вам не так принципиально когда поехать, просто у вас есть какие-то в Москве дела, которые надо там в обозримом будущем порешать. Это прямо тебе дополнительная пятерочка. Давайте еще что-нибудь придумаем. Витя, давай, я надеюсь. Вся надежда на тебя. Да, короче, на самом деле никто не говорит, что расписание вообще должно быть табличным. На самом деле, ну, таблица это только один из способов представления данных. То есть, в принципе, то, что мы, наверное, затронуть на курсе не успеем, но, как бы, если у вас есть что-то, что вы хотите представить, то, на самом деле, как бы, визуализации может быть несколько вариантов. И, там, например, один из этих вариантов какой-нибудь, ну, так, для примера облако теза. То есть, условно говоря, для задания с аэрилетами можно было вообще обыграть, что, типа, это направление, и, соответственно, большие популярные направления показываем шире, но, там, не особо более популярные, более маленькие. здесь можно, как вариант, допустим, мы показываем то, что актуально, допустим, с Апсан, из, ну, какой-нибудь из Питера, в Москву, у которого, там, много билетов, показываем, там, большие, мы показываем, внизу, цены, от которой, там, мало билетов, и все такое, он, какими-то серенькими, просто в стопочках показывает. Вот, соответственно, как бы, мы уже какую-то информацию показываем, ну, то есть, надо подпомнить, просто, какая, вот, смотрите, какая может быть актуальна, тем, кому срочно, нужно, чтобы прямо в глаза бросилась информация о поезде, который, вот, уходит быстро. Тем, кому дешево, нужно, чтобы бросилась цена, потому, что, на самом деле, у них в голове есть представление, что нужно. Поэтому, мы можем даже миновать этот шаг, с кнопками быстро, дешево и много, и попытаться им прямо показать эту информацию, но, главное, да, чтобы она не превратилась в огромное адское мракобесие, вот, с большим количеством данных, и все такое. Но, если мы покажем, грубо говоря, там, через 4 часа уходит в Сапсан цена от, там, 2 800, или, типа, на этой неделе, там, цена же Сапсан, не знаю, 1900, то, соответственно, вот на это могут плюнуть, либо один, либо второй человек. Не, ну, это, по сути, да, то же самое, это чуть более наглядно вам, да, не надо нажать на кнопку, вы сразу получаете либо так, либо облако тегов, в которое я не верю, но здесь у нас в виде кардинально различаются позиции. Я в облако тегов для массового сервиса тоже не особо верю, поэтому я быстро отошел от этой идеи. Речь об облако тегов скорее в том, что это один из способов представления. Да, нет, я считаю, что идея-то клевая. Как боковой сервис какого-нибудь, ну, для чего-нибудь, он... Да хотя бы просто, если сохранить для староверов обычное расписание, а справа сделать то самое облако, в котором будет написано там, сегодня с комфортом за 2500, с розеткой у стола, без детей, недалеко от вагона ресторана, то есть все, что угодно. Это запросы, которые человек делает своим собственным языком. Мы когда-то проектировали сайт для продажи автомобилей. Была такая идея сделать конструктор, в котором мы писали какой-то прямо человеческий запрос. Мне нужна комфортная машина для города, я начинающий водитель, буду ездить на работу и обратно. Соответственно, каждые слова выбирались из каких-то значений, можно было составлять адские конструкции. Это все очень клево и креативно выглядело до тех пор, пока мы не начали спрашивать живых людей. Оказалось, что у каждого, например, автомобиль для города, это абсолютно своя машина, и они не пересекаются. Кому-то нужна маленькая, чтобы парковаться, кому-то нужна огромная, чтобы на газон улезть. То есть там вот просто вот такой диапазон. Но здесь действительно можно было перечислить какие-то выборочные варианты. И это уже три решения, которые мы сделали, сколько там, за пять минут. То есть, на наш взгляд, задание было не очень сложным. И я очень надеюсь, что сегодня, может быть, стало еще чуть понятнее, как вообще с этим можно работать. И зачем нужна вся эта информация про людей, зачем нужна информационная архитектура, чтобы вот когда вы переходите уже к экрану, вы понимали и не забыли вот эти чудесные переходы туда-сюда обратно. Безусловно, если вы помните, даже в моих примерах было указано, что вот тот, кому срочно этот бизнесмен, ему 35 лет, он не брился два дня. Понятно, что сюда мы это никак не притянем. Это делается для того, чтобы вы поверили в существование этого человека. Кому-то это помогает, кому-то нет. Мне нет, но есть люди, которые прям им хочется импотировать, вжиться в его роль. И какой-то чуть более осязаемый его образ даже на бумаге помогает поверить им в это. Ну, на этом, я думаю, все. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. А что в архитектуре есть какие-то стандарты или какие-то типичные решения в строении функциональной архитектуры? Или это как-то делается обычной внутри компании, там, принимает? Или как тебе это нравится? Я чаще всего делаю так, как мне больше нравится. И причем для разных проектов они могут быть разные. Вон, девочке предложили офигенный вариант. Я его тоже когда-то делал. Когда они просто сделали таблицу, вот примерно там список функций, тут же они сделали список экранов, пометили галочками где что есть, куда можно перейти. Это, в принципе, то же самое, только в табличном виде. Кому-то с таблицами проще работать. Главное же здесь, это как сказать, это не процесс ради процесса. Если тебе вот так понятнее, и это помогает тебе перейти к каким-то экранам, это клево. Помогает что-то не забыть, где-то сориентироваться. Если проще с таблицей, можете с таблицей. Хоть на дереве выжигайте. То есть, нет каких-то канонов. Тем более, что область настолько динамичная. Видишь, сейчас инструменты разные появляются. Сейчас же и дизайнеры все делают. Прототипы. Давай, туда-сюда. Ну, класс, ребята. Надеюсь, это было полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.